Всем привет! С вами Элли Ди и хомячок Джерри. Сегодня я расскажу о буднях хомячка и о том, как он сам обустраивал свое жилище. Если тебе нравится мой канал, подписывайся скорее, чтобы ничего не пропустить. И жмите на колокольчик. Скоро вас ждут очень интересные ролики об отношениях моей собаки Джина и хомячка Джерри. Маленький. Нет, Джина, не так ура. Первые дни я ждала, когда хомяк сам затащит в дом наполнитель, но этого не произошло. Тогда я дала ему комочек свежего наполнителя и положила перед входом. И на мое удивление хомячок сразу стал его затаскивать внутрь. Он брал большой комок, разрывал его на более маленький и затаскивал поглубже. Там делал воздушную прослойку, в которой хомячку тепло и комфортно спать. И да, хомяк в домике проводит почти весь белый день, так как это ночной зверек, а ближе к вечеру опять просыпается. Его режим вы можете увидеть на круглосуточной трансляции, которая проходит на моем канале. Там отдельная камера направлена на хомячка. Кстати, о наполнителе. Я использую наполнитель в виде плотных целлюлозных комочков. Этот наполнитель хоть и не дешевый, дороже опилок в 10 раз, но зато он очень воздушный, экологически чистый и отлично впитывает. Хомячку очень нравится этот наполнитель. Он иногда прямо зарывается в нем так, что его почти не видно. А иногда подбрасывает комочки над собой, потом их разрывает на мелкие и зарывается. Вообще хомячок у меня не пугливый совершенно. Сам тянется к рукам. Только он еще адаптируется в новой клетке и, видимо, немного в шоке от того, что стал популярным. Все хомяки отличные строители. Хомяку не обязательно покупать готовый домик. Достаточно дать ему строительный материал и он сделает домик сам. Точнее, это будет больше похоже на гнездо. В качестве строительного материала подойдет сено или салфетки. Или наполнитель, как у меня, целлюлозные комочки. Вообще хомячку может не понравиться готовый домик или его расположение в клетке. Тут все индивидуально. Хомяки территориальные животные и любят делить свою территорию на несколько условных зон. Как правило, это зона сна, зона туалета и кладовая, куда хомяк тащит свои припасы. У меня получилось так, что именно домик, который я ему купила, превратился в кладовую. Смотрите. Причем хомяк иногда может там спать, но в основном он спит в круглом тупике тоннеля или под колесом. Главное, не будите хомяка днем, иначе он будет кусаться. С хомячком лучше всего общаться поздним вечером или ночью, когда он бодрствует. Хомячок сейчас находится в домике. Он вдалеке, его там видно. И сейчас я его буду выманивать с помощью маленького кусочка зеленого яблочка. О, кажется, он почувствовал. Итак, он уже здесь. Ну, давайте мы предложим что-то взять у меня с рук. О, и он будет кушать прямо с рук. Ой, божечки, какая-то радость. Господи, боже мой. Ой, как это смешно. Ой, он прямо вгрызается. И он кушает у меня с рук. Таким образом он привыкает, что моя рука несет в себе только положительные эмоции. Как же такими вкусняшками подкармливают. И совсем не опасно. Приятного аппетита. Давайте сейчас я ему отдам. Вот, яблоко он грызет и на мелкие кусочки. И, видимо, сразу их проглатывает и не запихивает в щеки. Я, по крайней мере, этого не вижу. И, кстати говоря, хомячок сам, если ему показываешь издалека какую-то вкусняшку, он сам выходит и знает, что у меня из рук можно что-то взять. Смотрите, как он держит кусочек яблока лапками. Это очень мило. Грызуны, конечно, отличаются от других домашних животных. Вот именно вот такой вот повадкой они берут в передние лапки, как в ручке, как человек. И кушают. Посмотрите. Теперь он корочку хочет погрызть. Сейчас он грызет прямо резцами. У хомяков очень интересно устроены зубы. Они растут всю жизнь. То есть это не как у людей других животных. Это то, что растет всю-всю жизнь. А это палочка яблони, которую хомячок может грызть и таким образом точить зубки свои. Так, он оставил кусочек яблочка. Неужели он за ним не вернется? Давайте же посмотрим. Может быть он вновь вернется за яблочком. Берет эти кусочки и хочет, наверное, затащить туда в клетку. Возьмешь? Он прямо у меня вырвал из рук. Ну, я ему отдала в большей степени. Он продолжает грызть сейчас яблочко. Причем он его грызет вот со стороны корочки. Со стороны кожуры. Подпишись, чтобы не пропустить новости. И увидимся очень скоро.